Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Ну вот, наконец-то и к нам заглянула в гости весна. До этого три дня стояли морозы, от минус 10 до минус 15. Вышло солнце, начало все быстренько таять. Я решила вам снять сегодня видео. Но видео пойдет, конечно, не о том, только что растаял снег. А еще я хочу задать вопрос знающим людям. Возможно, кто держал таких курочек. Значит, у меня есть курица белая. Я смотрела в интернете информацию об этих курах. Ну, во всяком случае, о похожих курах. Вы знаете, информация противоречивая. Вот, не знаю, сейчас вот идет курочка. Не знаю, вот. Она походит и на Хайсекса, и на Легорна, и еще. Я смотрела, коралл. Тоже такая порода, оказывается, есть. Ну, может, так кто-то называет. Вот, и я прошу знающих людей, помочь мне разобраться в этой породе. Что это за курица. Сейчас я вам ее покажу. Пока покажу этих товарищей. Я хочу развести такую породу, потому что она мне чем понравилась. Эта курочка у нас два года. Сколько я реально, я не знаю. Потому что нам ее отдали два года назад. Она уже была взрослая, она неслась. Что мне в этой курице нравится, то, что она маленькая. Она не склонна к ожирению, и она несет яйца. Даже было одно яйцо 98 грамм. То есть яйца хорошие. Еще курочка контактная, не агрессивная. Во всяком случае, у меня она ручная. Но сейчас я ее покажу, и давайте разбираться вместе. Курочки неужели нагулялись на улице. У них уже все нормально. Вот петушок, который в предыдущем видео бодался зеркалом. Вот они. И сейчас я хочу показать одну курочку, по которой у меня вопрос. Немножко шумно, но попробую быстренько рассказать. Вот эта курочка. Вот сегодня у нас не слоичка, отойди. Вот она в гнезде. Я его сейчас буду взвешивать, чтобы все было по-честному. Сейчас все покажу. Так, ребята, смотрите, вот весы. Вот яичко. Ложа. Смотрите, 93 грамма. Вот это вот что за порода курочки? Вот ходит беленькая. Кросс. Или кто это такая? Тоже не знаю. Она несет кремовые яички. Те прям не белые, а кремовые. Вот тоже. Что за порода? Хотя, еще раз повторяюсь, все были заказаны. Только доминанты и кучинские. Ну вот снова та же курочка, что я под ней интересуюсь. Вот она. Водичку талую пьет. Вот она. Вот она. Вот она, эта курочка. Курочка-загадка. Да, Ципонька? Ты моя хорошая девочка. Кто же ты, моя хорошая? Вот они, курочки, сюда все перешли. Вот такие вот они. Здесь они все время прятались от коршунов. Когда вот я их выпускала, например, там где-то уходила. И вдруг коршун. Петя сигнал подал. Куры все. Вот эта смородина. Все в смородине. Ребята, я знаете, что еще прошу. Не обращайтесь внимания, конечно, на бардак. Вы сами понимаете, что он творится. Все тает. Видите, снег еще не весь сошел. Грязище, конечно. Но курочки все равно счастливые. Они, слава Богу, с октября месяца, с середины октября сидели закрытые. И вот они, считайте, третий раз уже на улице у меня. Ну ладно, мои хорошие. Буду я тогда с вами прощаться. Всем пока-пока. Все-таки, я надеюсь, вы мне поможете разобраться с той белой курочкой, что это все-таки за порода. Можно ли ее развести или нельзя ее развести, эту породу. Ну и вообще, смотрите мое видео, подписывайтесь. Буду снимать всякие интересные моментики. Всем добра-добра. И, кстати, по скриптуму, медведь не приходил. Хотя они уже проснулись, они уже шкодничают. Ну а слава Богу, Бог милует пока. Ну что ж, всем пока-пока еще раз. Еще раз всем добра-добра-добра.